Здравствуйте, герои! Сегодня мы беседуем насчет MMORPG, а конкретно об игре World of Warcraft, в которую я играл с 2010 по 2015 год, и иногда потом заходил еще в 2016-2017, просто посмотреть, что там произошло, какие изменения, впрочем, изменений никаких, но сегодня хотелось бы поговорить о пользе игре, игры World of Warcraft и в другие MMORPG, в которые ты вполне возможно когда-либо играл, потому что некоторые родители неосведомленные такие думают, блин, это что, он там целыми днями в компьютерные игры играет и в это все вредит? Да, в принципе, они правы в некотором плане, да, это действительно наносит вред человеку, то, что он смотрит, точно так же, как и мы уходим по улице, мы изнашиваем наши ноги из-за того, что мы ходим, намного легче это просто лечь на землю, сгнить и вот разлагаться, все, мы станем разложенными людьми, ну, естественно, вы понимаете, что это юмореский, я вам травлю, на самом деле, игры, они имеют как положительные вещи, так и отрицательные, в зависимости от того, как мы на это смотрим, я хочу сфокусироваться конкретно на положительных вещах, итак, первое, когда вы играете в компьютерные игры, то вы прокачиваете свои навыки менеджера, либо же управленца, либо же предпринимателя, объясню, что я имею ввиду под этим, под этим, я, когда играл в Old Warcraft, я помню, как я собирал рейды в Цитадель Ледяной Короны, ЦЛК, либо же в Ульдуар на Ачивке, либо же в Огненные Просторы, в Душу Дракона, на Маунты, плюс, я помню, как рассказывал тактику на босса спина Смертокрыла, представим, что это голова Смертокрыла, Трал, точнее, представим, что мы летим на спине Смертокрыла, Трал, это голова Смертокрыла, сперва сбегаемся, убиваем щупальцу, которая в квадратики, потом в треугольнике, потом в черепке, после чего сбегаемся в треугольничек, там, и так далее, я помню, как это рассказывалось, сейчас я уже чуточку подзабыл тактики, поэтому не смогу вам полностью сказать, но визуально я представляю, как это выглядит, просто мой вокабилар немного не соответствует тому, что действительно там есть, потому что черепка тогда не было в плане метки с черепком, да и сейчас вроде нет метки с черепком, в плане которой Рей метка не повесит на моба, но так, в общем, когда вы придумываете тактики на боссов, то тем самым вы занимаетесь планированием, то есть, знаете, в жизни обычно мы планируем какие-либо цели, как их достигнуть, вот, пошагово, допустим, мы хотим открыть какое-то дело, да, мы должны подумать, что это будет за дело, то есть, предпринимательская какая-то деятельность, мы хотим открыть кафешку, что для этого нужно? Нам необходима поставка стаканчиков, нам необходимо какое-то помещение, аренда за помещение, плюс нам необходимы работники, вероятнее всего, что будут данные работники делать, какое у них штатное расписание, что они вообще из себя представляют, и мы должны же интервьюировать их перед тем, как собеседовать, перед тем, как они устроятся на нашу, на эту должность, плюс мы должны как-то график установить, плюс законами все это состыковать, то есть, законами, которые в данном государстве у нас приняты, и это мы должны все продумать, и, соответственно, в игре аналогичным образом мы должны продумать, как механика босса двигается, это своеобразные законы государства, которые у нас имеются, то есть, механика босса это законы, которые, в принципе, если будешь нарушать, то, возможно, будет что-то не ок, то есть, это механика босса, которую придумали как раз-таки те, кто создали игру, и ты используешь некоторые ресурсы, потом у вас есть определенные обилки, у вас есть определенные спылы, бафы, дебафы, ну, просто разные компьютерные игры будут, я буду говорить конкретно за World of Warcraft, у вас есть определенные кулдауны, которые вы используете, там, ауры, либо же тотем поставить, либо же вы сдадите Blood Rage, забыл, как это называется, когда, героизм, в общем, либо искажение времени это называется, уже реально забыл, как это называется, сдадите, в общем, героизм, чтобы у вас повысились там характеристики на определенное количество, на определенный промежуток времени, в общем, определенные бафы вы дадите своему рейду, это необходимо пропланировать, потому что иногда босс сдают определенные способности, которые, которым нужно противодействовать, и, соответственно, в реальной жизни, когда вы такие смотрите, ага, у нас сейчас в компании так, кризисные моменты, вон там сейчас произошел коронавирус, и, допустим, это кризисный момент, соответственно, босс создает обилку определенную, мы в этот момент, следовательно, подстраиваемся под эту обилку, под обилку босса, то, что коронавирус появился, Следовательно, мы производим какие-то кулдауны сейчас, освобождаем свои экстренные ресурсы в кризисные ситуации. Этим вот полезно, это аналогии можно провести спокойно. Ну, вообще, все в этом мире можно провести аналогии, это просто видеоролик про игры, и мне кажется, что часть моей аудитории, возможно, будет заинтересована. Потому что я не знаю, в чем конкретно вы заинтересованы, напишите в комментариях, потому что меня смотрят в основном, как мне кажется, 10-14 лет, 10-16. Но данный видеоролик, возможно, посмотрит кто-то постарше, в плане там лет 30, 29, 28, Серега, привет, кстати, всем хай, кто присоединился, возможно, веб-фрилансер посмотрит, Алексей, привет, или кто-то, кто играл в World of Warcraft. В общем, планирование, менеджерская деятельность у вас намного лучше растет. Это не означает, что вы такие поиграли в World of Warcraft и сразу стали менеджером, но ваш майнсет вполне, возможно, решейпнулся. Потому что решейпнулся, то есть видоизменился. И смотрите, вы становитесь более, возможно, вы начинаете думать иначе в реальной жизни, вы начинаете думать в соответствии с игрой. Но в зависимости от того, как вы действовали в игре. То есть вот тут уже родителям необходимо уделить некоторое внимание, как вы действовали в игре. Если вы действовали как предприниматель в игре, то есть вы были рейд-лидером, вы постоянно организовали какие-то сходки в игре, ну, точнее, не сходки, а рейды, плюс достигали какие-то ачивки постоянно, делали, делали, делали и просто трудились, то и в реальной жизни, вероятнее всего, у вас будет подобная манера поведения. Об этом, кстати, пишет Джейн МакГонегал, это писатель. Она в своей книжке «Супер Беттер» пишет про игры. Я к этому дошел еще в 2014-2015 году, но книжку эту я прочел в 2018 с половиной, в середине 2018 года примерно. Так вот, что если ты применяешь определенную стратегию игры внутри компьютерной игры, то такую же модель поведения ты, вероятнее всего, примешь и в реальной жизни. Соответственно, есть люди, наверняка вы когда-либо играли в компьютерные игры и замечали, что некоторые любят сторителить, то есть рассказывать истории. Вот у меня был знакомый, Егор, привет, его Егор зовут, Егор Скрубик у него никнейм был и очень крутой чел, он постоянно травил байки. Байки о том, что там Саргерас там и все такое, в общем, он был за исторические факты, вот реально, то есть полностью рассказывал байки, что там Саргерас, я не особо шарю в истории, поэтому вы поймете. Он рассказывал про Саргераса, про Короля Лича, всякие байки, про Портал, про Медива, про... В общем, в лоре шарил очень хорошо, лор это история для тех, кто, возможно, не знает, что это такое. В общем, он шарил за историю и сейчас он уже закончил исторический факультет в одном из университетов. Ему интересна была история как в игре, так и в реальном мире, то есть есть некоторое соответствие. Мне в игре нравилось постоянно фармить, 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 и в реальной жизни мне нравится постоянно фармить, фармить, находиться в деятельности какой-то предпринимательской, либо же просто в деятельности. Мне нравится вот фармить какие-то вещи, ощущать прогресс, это прям мне нравится, то есть находиться в игре именно фарма, грайнда, хасла, можно так назвать. И вот мы замечаем, а у Скрубика не было такого прям вот то, что ачивки фармить, он меня постоянно называл ачиводрочером и все в этом роде. Ну, это нормально, что он так называл меня, потому что, ну, реально мне нравилось фармить ачивки, мне нравилось фармить статистику персонажа, сколько я голды нафармил, сколько я того-то сделал, и у него манера поведения была больше, вот квесты почитаю, вот что там написано, историю изучу, а мне все равно было на квесты, я просто пропускал их постоянно, тык-тык, какая у тебя, кстати, манера игры, напиши, пожалуйста, в комментариях, и я играл вот таким вот образом. Есть еще люди, которые организуют рейды, вот мне, вот что еще нравилось, мне нравилось организовать рейды, потому что это был фан, фановый такой процесс, организовать рейд, потому что смешно, потешно, я помню, там какие-то шутки, обычно они мотюковые шутки говорились в рейде, вы можете посмотреть один из старых видеороликов на этом канале, самый смешной рейд World Warcraft он называется, вроде мы там были на Железных Леди, и там мотюки были сплошные, это смешно, но потому что школьник, и внутри тебя играет животное, да и, мне кажется, каждому человеку смешно животный юмор в некотором плане, то есть максимально бытовое, те, кто говорят, что это не смешно, они просто играют сейчас другую роль, то что, нет, я над таким не смеюсь, я смеюсь только над интеллектуальным юмором, а сами вполне возможно втайне, если пошутят над их интеллектуальным юмором в плоскости обыденности, то они такие, ха-ха, либо же они просто находятся в депрессии, и такие, мне ничего не смешно, я вообще такой, ну точнее, часть людей, опять же, мне наверняка напишут, что депрессия, это болезнь, нельзя о таком говорить, она не лечится, Ну окей, ладно, ладно, об этих людях мы не будем, те, у кого диагноз так говорить, а если с точки зрения просто грустняшка, ну да, обычно те, у кого грустняшки, они не смеются ни над какой шуткой иногда, хотя хз. Собственно, про игры. Планирование прокачивается, я помню, как постоянно планировал, вот, со школы иду, я вот отчетливо помню, иду на остановку, на остановку со школы, и прям в голове такой, так, я приду домой, схожу в такой-то рейдик, в, там, наподобие Огненные Просторы пробегу, Сумеречный Бастион пробегу, потом пробегу Трон Четырех Ветров, вроде так назывался, В общем, там с Аллакиром последний босс, это катаклизмовские, пробегу это, 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 плюс потом схожу в подземелье, пофармлю там, плюс нафармлю голды здесь, 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 потом продам на аукционе, но на аукционе я особо не торговал, но надо было, наверное, потому что это хороший экспириенс, когда ты торгуешь на аукционе, и мне кажется, что из тех, кто торгует, есть потому что люди, которые любят торговать на аукционе, И из них, вероятнее всего, хорошо получаются, можно, это другое название спекулянта, можно, можно так назвать, я больше как менеджер, мне нравилась менеджерская работа, то есть контроль всех ситуаций, и плюс фан в этих ситуациях, а эти конкретно, они любят как, вот, привлечь прибыль из одной, из другой, им нравится процесс продажи, я от процесса продажи тоже, в принципе, получаю удовольствие, но это не такое-то, что я прям за этим бегу, Но если я сфокусируюсь и буду этим постоянно заниматься, то вероятнее всего, да, это тоже будет в моей жизни Так, о чем еще хотелось сказать, что, да, помню, со школы вот так вот шел до остановочки и думал, прокручивал это постоянно в голове, вот, что я сегодня буду делать в игре, что я пофармлю, какие мне необходимо, каких альтов еще прокачать, ну, точнее, не альтов, а твинков, твинки, альты можно назвать, да, альт, твинки, плюс я постоянно прокачивал разных персонажей, постоянно прогрессировал, так, этот класс прокачать, этого прокачать, И постоянно я играл, мне нравилось играть за танка, потому что танк, он контролирует всю ситуацию в игре Да, за дамагера было прикольно играть, за ддшку, но это не совсем то, за хила тоже, в принципе, прикольно, но не совсем, а вот за танка, потому что ты контролируешь всю ситуацию, ты держишь босса, босс зависит только от тебя, ты его держишь, контактируешь с ним напрямую и чисто удерживаешь Мне кажется, в этом что-то есть, когда ты чисто как будто соло тащишь, ну, точнее, не соло, потому что тебя поддержат в этот момент хилы, но ты контролируешь всю ситуацию, в этом что-то есть, мне так кажется Напишите, кстати, вы, за кого вы любите играть в каких-нибудь играх, MMORPG, MOBI, потому что кто-то любит играть за кэри, кэри это вроде быстро убивающий класс, я не знаю, напишите, что означает кэри, потому что я не особо шарю в этом Я знаю, кто такие саппорты, я знаю, кто такие танки, да, кэри, хэзэ, это мобовский вокабуларт из аурус, который используется Да, это было интересно Собственно, это, наверное, то, что мне хотелось сказать, что игры полезны, они развивают наше мышление Да, с точки зрения, если бы, вот смотрите, предположим, две ситуации, вы играете в компьютерную игру и вы играете на музыкальном инструменте Что более профитно? Если и в той, и в другой ситуации вы будете применять одинаковую модель мышления, то есть постоянно фармить, фармить, фармить То, вероятнее всего, если ваша цель стать музыкантом, то лучше играть, наверное, на музыкальных инструментах и развиваться в этом направлении Однако, возможно, вы играли в World Warcraft и вы встретили какого-то человека внутри игры, и он оказался продюсером Допустим, благодаря World Warcraft я познакомился с Олей Саксон Ну, точнее, я первоначально познакомился с Ави Сатана, и плюс с Монадой Это два персонажа в игре, у них реальные имена Полина и Никита Никита Моторкин, Полина Моторкина И они как раз-таки играли вместе И в какой-то момент у нас была сходка, мы пошли к ним в гости, и там была Аляша еще до момента, как она начинала всю эту стримерскую карьеру Представляете? Аляша, для тех, кто не знает, это стример, ютубер, человек, который достаточно популярный в медийной сфере И смотрите, так вышло, что тогда я... у нее был парень, она это не скрывала Это Дорсаль был, это у него никнейм такой, он за ханта играл, и у нас сходка была совместная То есть я помню, как мы сидели, я даже не предполагал, что я сейчас нахожусь в комнате с человеком, который потом в дальнейшем станет каким-то крутым чуваком В плане крутым, что в обществе считается крутой На самом деле стримеры и блогеры и вообще суперзвезды это те же самые люди Просто мы такие, о, нифига, это звезда Ну, точнее, обычно люди, которые не особо осведомлены Если ты не особо опытен, ты всегда считаешь, о, фига, это звезда, она знает намного больше, чем я Я буду делать как он, потому что я... у него есть те вещи, к которым я стремлюсь Я стремлюсь к этим вещам, потому что я хочу понтоваться перед друзьями, которым все равно на то, что ты имеешь, в принципе И ты хочешь вызвать у них какие-то эмоции только из-за этого Вполне возможно, хз Собственно, дамы и господа, спасибо большое за просмотр данного видеоролика Надеюсь, вам понравилось Могу вам еще пару баек рассказать про World Warcraft Как я часто фармил... помню, в среду кулдаун обновлялся И каждую среду я проходил по рейдикам То есть постоянно в катаклизмовские рейды, скажу, в личкинговские Когда я завершил играть, я завершил играть в Warlords of Draenor Warlords of Draenor Warlords of Draenor Да, и до этого была Пандария Потом Легион настал В Легионе я только зашел пару раз Я купил Легион, но не поиграл в него особо Я чуть-чуть так попрокачивал Демон Хантера И мне как-то стало не особо интересно Точнее, я понял, что реальная жизнь, она более интересная В некотором плане Точнее, от нее больше профита получается Потому что в нее играет больше игроков И мне намного больше интереснее, когда большое количество игроков Но игры — это хороший способ коммуницировать с людьми Можно... некоторые даже шутят Вот есть такой стример Asmongold Возможно, вы его знаете, если вы играете в World Warcraft И там кто-то шутил на Твиче, что Asmongold, он играет джаз-чатинг с клавишами То есть World Warcraft — это джаз-чатинг, как World Warcraft Вот представьте иконку World Warcraft И там написано «Джаз-чатинг with buttons» Как джаз-чатинг, но только с клавишами Просто это такая комьюнити Игра комьюнити, где ты общаешься с людьми Я помню, как мы в Рейдколе сидели, в Вентриле Плюс в TeamSpeak общались с людьми По большей части в Вентриле и в Рейдколе В Рейдколе я собирал рейды Плюс я помню, как у нас пранки были Мы иногда заходили в чужие рейды, так скажем, пранковали их Ну, это такое было глупости, можно сказать Народ назовет в обществе, что это глупости были И также я помню, еще мы вайпали рейды В LFR ходили, как LFR открылся LFR открылся в патче 4.3 Это катаклизм был И вот это я, да, вот это old Сейчас какие там патчи? 9.1, а я про 4.3 говорю В 4.3 открылся LFR Там Морхок был первый босс Это в душу дракона Это вроде сумеречная... Что-то с сумерками связано Час сумерек или как-то так называлось Время сумерек Аддон назывался, дополнение И LFR открылся Мы, помню, бегали до Морхока Вайпали рейд То есть водили его там под Под вот этот вот погост Знаете, в драконе погосте Есть определенная вот эта вот Башня Как она называется? Там еще Алекстраза наверху сидит Если мы... А драконе погосте, который в Нордсколе находится Но там же другая местность Там где Занос Йорсадж Плюс... Не, не Йорсадж А... Да, возможно Йорсадж Недремлющий Или как-то его звали Потом Хагара Владычица Чего-то там Потом Ультраксион идет Потом Воевода Черный Рог Дальше Хребет Смертной Крылой Потом Голова Смертной... В плане Безумие Смертной Крылой Прикольно, прикольно Вы, возможно, не понимаете Некоторых слов, которые я говорю Но те, кто играли в Волтеррафт Наверняка понимаете полностью Что и о чем я говорю Я потому что любил ходить Душа Дракона у меня была выформлена 60 раз, а то и больше Одним персонажем И также я помню Ходил также в Сумеречный Бастион Многократно фармил Также Ловчего Атумена В Каражане Вот этого рыцаря первого Нафармил Все-таки я выбил маунт Ходил за маунтами То есть у меня... Ачивок там было, когда я уходил Было тысяч двадцать Тысяч двадцать одна То есть это аккаунт, который Очень задротский такой У меня там было сделано Большинство ачивок И там Тысяча две, мне кажется Или три Оставалось мне до того Чтобы нафармить все-все-все ачивки Если сейчас чекнуть Изначалий Мой никнейм на... На... Сейчас я открою минутку Изначалии Наверное, вот так вот даже правильнее World of Warcraft Возможно, мы сейчас найдем моего персонажа И чекнем его Изначалий Так, изначалий и... Изначалий я сменил никнейм Потом, когда уже вышел Престолгроз И я постоянно говорил, что я сам придумал На самом деле, я просто на тестовом... На тестовом режиме Увидел этот никнейм Стыдно немного, друзья Ладно В... Арморе сейчас откроем Волдова Warcraft Warcraft И сейчас мы откроем Наверняка сейчас найдется что-нибудь Там Никнейм у меня Изначалии Сейчас Тут немного изменился Баттлнет Изначалии Да На гордуне я должен быть Может, мы сейчас найдем Моего персонажа А возможно и нет Так, я хз Так, 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 так Волдваркрафт Гуглится что-нибудь? Не гуглится? Не находится на данный момент А! Нет Нет А изначалий Ну-ка, вот так вот Погуглим Возможно, нужно Баттлнет Варкрафт Вот так вот Введем Баттлнет Волдваркрафт Ру Да Изначалий И Ага И возможно мы сейчас Что-нибудь найдем Загрузка идет пока что Да, вот он Вот он, вот он Нашелся Сейчас покажу Своего персонажа Он выглядел вот так Но потому что Наверняка Те люди, которые Заинтересованы в Волдваркрафте Им этот видос интересен Потому что Это своеобразный коннекшн Так бы я бы В своих видеороликах Про музыку продолжал говорить Да, 20605 Когда я заканчивал играть И Тогда Если мы чекнем Все подземелья В которые я посещал То есть А тут можно посмотреть Предыдущие Так А как предыдущие посмотреть То есть Прям совсем Совсем Олд Нельзя посмотреть Или как В общем Если что Чекните потом Изначали И достижения Тут А, подземелья рейда Возможно Вот тут Можно зайти И тут мы увидим Сейчас Сколько всего Что-то у меня Левая рука Начала побаливать Немного О, да, да, да Во, во, во Сейчас увидите Завершился Завершил я играть На цитадели Адского пламени Мы тут играли А если мы чекнем Осаду Аргриммары Пахальной Вон сколько убито Так Плюс Во Душа дракона 93 раза Морхок убит Морхок Безумие смертокрыл 71 Тут Обычный режим Смотрите сколько Смотрите сколько Алисразор убито Смотрите сколько Рагнарос Тут Бейл Рог Алисразор То есть Крепос Бородин Я особо не ходил Потому что Это Пвп И Гибель Нефарина Смотрите Твердыни Крыла Тьмы Сколько Трон 4 ветров ТКТ ТЧВ Алакир Конклав Ветров Сколько убит Тут Чогал Синестра 71 раз Также Если мы Посмотрим на ЦЛК То тут тоже убито Но тут в основном Я Короля Лича Фармил 51 раз Плюс Это Только один персонаж Сортарион 53 раза Плюс Мальгас 30 раз Испытания не особо Потому что Не фармил Логва Аникси Тоже выформлена Также Вот тут Ульдуар Йоксарон 50 раз Ну я просто КДшку сохранил на него И тут Некс Рамос Скилтузада Я особо не ходил Потому что Там долгий бой Атак Зачищал Обычно Плюс Если мы глянем Каражан А тут Не показывается Так Око Око 28 раз Я помню как Первый раз Я посетил Око И Знаете что У нас В первый раз Когда я убивал Кельтоса Выпал Маунт Алакир Представляете То есть Ой Алакир Алар Алар Пепел Аллара Выпал В первый раз Когда мы убили Кельтоса И я тогда Не знал еще Это был Тогда Это было Было время Патча 3.3.2 Вроде Это который Последнее Не помню точно Какой патч Потому что Я только начинал Но это был Еще Лич Кинг Когда я начинал Тут Подземелья Могушан Вон нафармлено Элегон 51 раз Я в конечном итоге Выбил Маунта С Элегона Вроде Да 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 Был у меня Маунт С него Плюс США Страха Тут Вот эти Боссы Нафармлены Простал Гросс Не особо Фармился То есть Не ходил Дзикунь Кстати Интересно Почему не показывается Вообще Я убивал Дзикунь И фармил его Кстати Тоже Но не выбил Маунт В общем Интересно И достижения Если мы заценим То здесь у нас Великие подвиги 72 Наследие 341 Великие подвиги Если мы глянем Из того Что тут здесь Сохранилось Возможно Мы что-то увидим Коллекция Плюс там Собрано Очень много всего Так Это у нас 2014 год Офигеть Офигеть Давно это было Более 9000 То есть Более 9000 Очков достижения Заработано 2012 год Представляете Так давно было Плюс 2018 Смерт Цикл Вождя А Это только потом Мне дали Я тогда Наверное Зашел За логин Сражение За Альянс 2000 Сражение За Орду Сейф Орды Мурчидон За Близкон За Громчель За Близкон За коллекционку Варлорд Варлорд Савдренер Да 2013 Также Мурчилот Есть А Мурчидан Я даже Купил Офигеть Да В общем Это за Промоакция Средства Передвижения Непобедимый у меня Выбит В 2015 Году Также Пригласи Друга Плюс Получить Голуми Мирона 2015 Год Тоже Поводья Огненного Это Ловчий Атумен В Каражане 2013 Год Офигеть Так давно Было Плюс Утром Дрожжи Вечером Вожжи Это Хмельной Фестиваль Много В общем Поведитель Воронов Достаточно Быстро Нафарм 2011 Год Офигеть Это Было 10 Лет Назад Офигеть Почти 10 Лет Назад Офигеть Пвп Претендент Сезон 2014 Год Мы тогда Фармили С Наорлогом Наорлог Это Алексей Его зовут Плюс 7.0 Патч 2015 Год Да Тогда Было Много Плюс Герой Своего Времени Есть Много Мне казалось Это должно Быть сложно Родена Победили С первой попытки Не запустив Да Я помню Вводил рейд Плюс Посланник Титанов Погрите Алганон При этом Не должен быть Экипирован Предметами Выше 35 Уровня Вот это Да Подземелье А тут Не особо Репутация Герой Шатрата Чокнутый О Достаточно Прикольное Такое Достижение Те кто Фармили О Вы представляете 2012 год В 2012 году Нафармить Эту ачивку Она достаточно Хардовая была Там Репутацию Нужно Фармить Картель Картель Хитрой Шестеренки Десятая Годовщина World Warcraft Одиннадцатая Годовщина Восьмая Седьмая Была бы Еще бы Раньше Если бы Я залогинился Плюс Различные Вот такие Вот вещи Прикольно Да То есть Вам возможно Это как-то Интересно Возможно Нет Атлас питомцев Тут есть Да Некоторых Я прокачивал У меня много Питомцев Двадцать пятого уровня Средства передвижения Плюс здесь Ну-ка А никакого Двадцать пятого Да Двадцать пятого Написано Я просто подумал Что двадцать три Тут Ну в общем Можете чекнуть Изначали И Стиляга Есть Еще много персонажей Эльф Егор Дворф Егор Панд Егор Нар Нет Не Нарлок Таурген Плюс другие персонажи Очень много Названий У персонажей Твинков Там порядка У меня Десяти Одиннадцати Именно прокачанных До финального уровня Для Тогдашнего То есть Тогда максимальный Был Сто десяся Или сотый Сотый Вроде ХЗ Необходимо вспоминать Просто давно не играл Совершенно И В общем Вот такие вот Пирожки Друзья Можете поделиться Своими достижениями Как у вас там Все протекает Но Как видите Тут Очень много Ачивок Нафармлено На то время Это Очень много Очень много Реально Давайте Наследие Посмотрим Тут А Это вот Испытать себя Лекарь Бесконечный режим Помню как я Фармил тоже За разные Вещи То есть Там было И за Танка И за Лекаря И за бойца То есть И за ДДшку И за других Вещей Плюс бойцовская гильдия Прикольно Прикольно Рейды Что здесь есть у нас Ордос Победите Плюс Тайна ульдуара Провал безумия Обожаю запах Да Это все Офигеть А их убрали что ли Слава Рейдеру Ульдуара Теперь это Наследие Что Офигеть При этом 2012 год Реально Офигеть Не знал То есть То есть Они Они Теперь Совсем Другие А что С Ульдуар Стало Все Эти Ачивки Теперь Это Наследие Офигеть Офигеть Также Заработайте Очки достижений Ну Точнее Завывания Тогда раньше Были И плюс Очки доблести Были Да Вот Они 100 тысяч Очков Доблести 2013 год 50 тысяч Очков Особый Контент Больше Мощи Артиф Все особенности А как то так Я вроде Особо Не Не фармил Артефакты Я не заходил Тогда в игру Особо Но ладно Окей Игровые события Отбиться От клана Черного железа Это 2012 А Офига Так давно Было 110 уровень Наследия А Да Алдовые Такие До выхода Дополнения Shadowlands Офигеть Эпический герой Расколотых Островов Офигеть Жадин Но очень Нужно Вас не догонят Офигеть 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 Плюс Здесь Гневион Это задание С гневионом Для Получается С горошем Тогда Это для Плащика Плащ фармили Плюс потом Кольцо было А до этого Еще были С гневионом Это Легендарки Для Для роги Для разбойника Прикольно Давно я об этом Не вспоминал Это интересно Кстати Что мне еще дала Игра World Warcraft Это что Я теперь Больше знаю Как создавать Свою игру То есть Геймдизайн Навыки геймдизайна Потому что Ты в принципе Понимаешь Как все работает И это Не означает Что я беру Идею у них По сути Все игры Так работают То есть Есть персонажи И там Есть достижения Потому что Людям нравится Фармить ачивки Есть также Подземелья Есть рейды Есть определенные Задания Квесты И так в любой игре Есть И говорить Что О ты украл квесты Это не означает Полностью Даже вот Создавая Данные вот Карты Орели Голливар Это мои вот Вселенные Я Некоторым образом Подсознательно Не специально Но просто Оно Так выходило Что некоторые вещи Я вспоминал О в World Warcraft Такое было Примерно Некоторым образом Я старался делать так Чтобы было Не совсем похоже Чтобы уникальность Была больше У того Что я создаю Вот такие вот вещи Чем я сейчас занимаюсь Вчера писал Нотки Вон там Нотная Грамота есть Пишу просто нотки Некоторым образом Формулирую Тут еще есть нотки Вот такие вот Это больше про Фригийские Лидийские Миксолидийские Лакрийские Моды Лады В плане Лады 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 Наверное Лады В общем Лады Это Определенный Строй Музыкальный В котором Играется То есть Определенный Последовательный Нот Которая Была Выработана Научными Словами В некотором Плане По сути Это просто Ноты В определенной Последовательности Которые мы Используем Это лад В музыке Собственно Дамы и господа Я надеюсь Вам было полезно Данное видео Если вы Получили удовольствие От просмотра Получили Некоторый Такой Как сказать Old school И я кстати Вам могу Картинки еще Показать Ходите Картинки Покажу У меня есть Скриншоты Ну конечно Это будет Некоторым образом Возможно Для вас Скучно Потому что Как бы Мои скриншоты Но могу Могу старые Свои скриншоты Показать Тут у меня И в папке Они есть Сфоткал рейд Пока он жив Люблю его Называется Скриншот Сейчас минутку Сейчас минутку Покажу Водички еще Порубаю Вот она Прицеливаем На Рубхейле Это мы ходили С рейдом Это была Осада Аргримара Еще тогда Рейды были По 25 человек Ребят Это сейчас Мифические Вроде по 20 По крайней мере Когда я его ходил Тут есть Барнс Барнс Это как раз таки Тот человек С которым мы Ходили Вот Он был на сходке Нашей Совместной Тогда с Аляшей С Плюс С Дарсалем С Ави Сатаной И С Монадой Тут их нет На данный момент Но тут есть Волан-де-Морт Это человек Ник Руднев Он снимает сейчас Видео на ютуб Тоже Он Если мы его чекнем На ютубе Сейчас Минуточку Мы зайдем на ютуб И введем здесь Ник Руднев То мы обнаружим человека Он снимает видосы То есть видите Он поет Гражданскую оборону И у него Сейчас определено Количество подписчиков Он начинал снимать Я помню Захожу Такой Вентрилу Вентрилу Это голосовой чат И Он Записывает Видос Себя То есть Я слышу Как он говорит То что играем Сейчас такую-то Такую-то Тогда только начиналось А он до сих пор Продолжает представлять Трилобит Человек Из Вроде Наподобие Мариуполя А не Из Львова Из Львова Вроде Вроде Львов Какой-то Украинский город Волан-де-Морт Он из Мариуполя Также есть Какой-то Еще чувак Элвинар У нас была Сходка с ним Это Человек Хороший Забыл Как его зовут Правда Он еще С Там Мы встречались На метро Станция Анина Вместе Роке Рога Хороший Баренс Антон Нишпорка Сергей Также Муха Пиф Паф Это Надя Мне она нравилась Кстати Я помню Это Знаете Любовь Своеобразная Но Внутри Игры Плюс Когда у тебя есть Там ее аккаунт Вконтакте Ты можешь ей написать Например Антипина Это Оля Оля Привет Она тоже стримит Сейчас у нее Никнейм на Твиче Турбоенот Во Возможно сменила Никнейм Но Турбоенот Тогда был Ирни Лам Один из челов Тоже приходил На наш На нашу Сходку Искорка Это Твайлайт Спаркл У нас Твайлайт Это человек Рейдлидер Это Коля Николай Ему 30 с лишним лет И он Сейчас попал Ну возможно Он уже вышел Но на тот момент Он Находился в тюрьме И В плане Он попал в тюрьму Из-за того Что вирус Возможно Вы знаете Петя Раньше был И он Его посчитали Как одного из Человек Который Создал его Но на самом деле Он просто работал И он не знал Что он работал Над частью Кода Для вируса И представляете Какая это история Но естественно Жалко Что так Все вышло Надеюсь Что он вышел Потому что Все таки Человек Семейный Аваро Еще Человек Он Живет Вот в Санкт-Петербурге Крутой чел О Это Давно Было Это Какой год Мне кажется А Это 14 Это 01 01 14 Это Новый год 2014 Года Представляете И я тут Прокачивал Персонажа Также Сотый уровень Когда я взял Изначали А Это я взял На На этом У меня даже Видос есть Как я прокачивал Персонажа За несколько часов За 6 часов До сотого уровня Это Было На бета-тесте Бета-тест Варлоссов Дренер Я потом взял Второго на сервере На Гордуне И 27 В мире Я прокачался До сотого уровня В Реаль То есть На реальных серверах То есть Представляете Егор Прокачался За 6 часов На реальном сервере За 6 часов Ты там Чуть-чуть минут За 7 6 часов 7 минут Вроде Ушло У меня на прокачку Я был 27 В мире 27 В мире Представляете По прокачке Это очень Большие То есть Я был Первоклассным Игроком Можно сказать В эту игру Задротом Тем еще Вы можете Так назвать Плюс О, скриншоты Тогда еще За Это был Эльф крови Походка Эльфа крови Точнее не походка А Так выглядит Мне нравился Мой Костюм Тут Рагнарос Помню О, Кейлигас Помню его Спайдер Так Воевода Да, помню никнеймы Некоторые никнеймы Сейчас вспоминаются В голове Помню рейды водил Просто фармили мы Голду В Заходим Объявление рейда Помню тут Всякие вещи делали Да, тут Фарм Костолом Плюс Это Различные вещи О, вот он Панды Гор Тоже 90 левел у него Это за Монаха я играл Вот тут бинды То есть у меня На Зет Это удар Тут Плюс На На ешечке Стоит Как-то Ну какой-то Тоже удар Это вроде у нас Бочка Или что-то Наподобие того У паладина я скажу Что у меня на биндах Это щит мстителя Друзья Это щит правед Точнее Это удар праведника Это гнев небес Это очищение Это правосудие Это Еще какая-то Обилка Это у нас Стан Это щит праведника Это агро Это удар воина Воина света Плюс Это Скорость света Это Божественная призма Это защитник Каких-то королей Это еще один защитник Это архангел Призывается Или крылышки Добавляются Вроде крылышки Добавляются Это еще Сейф на 20% Вроде Был И плюс Что если тебя Ваншотнут То ты Отхилишься Это божественная защита Это каменная форма От дворфов Плюс Здесь Приколюшки Различные О На фенре сульфа У меня здесь были Макросы Это макрос На то чтобы кинуть Взять в таргет Одного человека Кстати Чем еще полезны Компьютерные игры Что вы можете прописывать Макросы А макросы Это своеобразное Программирование То есть Тут У меня была прописана Команда Взять в таргет Фенре сульфра Это Определенный персонаж Танк Второй Это Человек Который сменил Никнеймс На орлога На фенре сульфра Алексей его зовут И Взять его в таргет А потом Заюзать обилку Длань Жертвоприношения Или что-то такое 30% урона снижает Это Боб Это Чтобы освободиться От различных хаков Прикольно Это Хилка Да Вот тут Бабл Плюс Руки Лоха Отдать Это вроде Лай оф хенсор Или что-то Наподобие такого Это бафы у нас тогда были Это Сбить каст Во Такие вот вещи Плюс О Тут чатик у нас есть Мы общались С Алексеем Улитиным ХЗ О чем мы тогда Общались О Ярике О Ярик Это Мы тогда ходили в рейд А и вот смотрите Помните я вам говорил Про то что я фармил Так вот Вот она Вот она у меня Тут отфармлено Просто полностью Практически И мы ходили тогда В Осаду Аргримара Тут у нас Календарь кстати Мы благодаря ему Планировали И поэтому если Кто-то говорит Из взрослых То что Компьютерные игры Ничем не полезны Вот планирование На определенное время У нас забиты рейды Плюс здесь тоже От смерти кота Приглашение Плюс Вы сами можете Это сделать Так это у нас Уже идет Прокачка Плюс Это А это кто-то Собрал Посох Вроде Посох Для В огненных просторах Фармился он Легендарка Для Обычной его Юзали Если я не ошибаюсь У меня по крайней мере Друг был друид У него он был Плюс Мне кажется Не только друиды Могут еще маги Собрать Другие вещи Так Чатик здесь О, она Розелька Дарсаль Вот он Дарсаль Кстати Дарсаль Это Саша Парень Аляши Я говорю С уважением То есть Упоминание их Означает Что я уважаю их Следующее Что у нас есть О, йотун Это человек Который продавал Часто Он Продавал Что-либо На На аукционе Зоуи Дешанель Определенный маг Маверикс Человек Маг Постоянно Кушал И Ну, точнее Не то, чтобы кушал А я не хочу Как-то о нем Плохо отзывать Хороший чел Просто у него Вес Больше, чем У обычных людей Там под 110 Примерно 120 Но это ничего не говорит О нем плохого Руанчик Ануар Это он из Казахстана Кстати Также Шамасечка Это парень Который играл за Смешной парень Кстати В плане Потешный В хорошем смысле Пумка Венсана Элвинар Также Ана Розылька Так В общем Интересно 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 Плюс Это вроде ЛФР Мы ходили Да, это ЛФР Мне так кажется Потому что здесь Люди с разных Серверов Либо же на тот момент Кросссервер работал Также Это у нас Рейт Венсана Маверик Зоу Дешинель Все те же самые Лица Вот он Алакир Вот Эльф Егор У меня тогда еще был Никнейм Мэйер Мы ходили сюда Слышащий Слышащий Если вы его знаете Это тоже Чел, который делает Делал озвучку Точнее Он делал видосы С озвучкой На персонажей В Душе Дракона То есть Знаете Есть Всеволод Кузнецов Те, кто меня смотрят И озвучкой занимались Он создавал Различные плейлисты С озвучкой Знаете Наподобие Этого персонажа Озвучивал Всеволод Кузнецов Этого еще какой-то человек Там озвучивал Шрека Кто озвучивал Кто озвучивал Осла Это вот этот вот человек Который Майор Можно сказать В В кадетстве Который играл В общем Интересно Интересно И тогда у меня Были вот такие вот бинды У меня еще не были Забиндены Вот эти вот вещи Это было старое Тогда еще Мастер Аур Был Или что это То есть Какая-то вещь Мастер Аур Который был Не у Не у Паладинов Хиллов А уже появился У танков В том числе Вроде Да И это Смертный приговор Вроде так называется Обилка Плюс всякие вещи Это Пандария Вроде Да Вроде Пандария Плюс такой дамаг У нас здесь Это ДПС Показывается Прикольно Аллакир Ша Ша Отчаяние Так Окей Да 90 левел Это Только Пандария Начинается Здесь есть Различные персонажи Муха Пифпа Фаварова А Это только начиналось Тогда Мне кажется Это мои первые рейды В гильдии Я Эвквестерен Альянс Также Если мы полистаем Потом В Я Присоединились Да В Я Потом присоединились Алисатана Они к нам пришли Привет Никит Привет Монада Если смотрите Привет Полин Также Готиан Готиана помнит В общем Для вас Наверное Это ничего не говорит Данные никнеймы Но это Очень Очень Прикольно А Это у нас Как раз таки Преформ АВ Енейблер Это Определённые Определённое Программное Обеспечение Которое Помогает тебе Встать в очередь На остров Завоеваний Или на другую На другое Какое-либо БГ Одновременно То есть Вы можете Встать В В очередь На какое-то Подземелье В плане На Поле боя Чтобы фармить Ачивки Мы тогда Фармили ачивки И На поле боя В плане Вот На остров Завоеваний У нас Или мы фармили Хоноркилсы Хоноркилы Походу Да Хоноркилы Мы фармили Потому что Вот мы находимся Сейчас на кладбоне На кладбище И мы их Фармили Как они только вставали И вот мы бегали Там Определенным образом Да Вот они Хоноркилы 295 Плюс Да Было интересно Вот у нас здесь Рейд опять идет Мясник Мясника фармим Плюс Другие люди здесь Так Можно полистать дальше Да Всякие О Это Вневременной остров Если я не ошибаюсь Также Тектоник У нас здесь Босс Определенный Да Весело Это У нас Вайпы на На императоре Маргоке Я не знаю Убили мы его или нет Вроде убили Но тут Смотрите А не Не убили Осталось Совсем Ой Что-то вайп Да Вайпнулись На нуля Процентах Представляете Ноль Это просто Лол А ну это Наверное Был у нас Поиск рейда Так Здесь у нас люди Опять Все те же Танира Кстати Это Человек Хороший Таня Таня Привет Если смотришь Танира Это еще один Человек Кстати С нами Была еще Ичихая Ичихая Это Ичос Возможно Вы знаете Это Косплеер Сейчас Популярный И она Присутствует На многих Больших Ивентах Она Также Снималась У Панина В видеоролике И также С В Лав Геймсом Работала Плюс С другими Людьми То есть Представляете Что игра Может дать В реальном мире То есть Есть Так скажем Большие люди В этой Свезе В этой Среде А не просто Те которые Ну просто По фану Поиграю Поэтому Ну ничего страшного Если вы просто Даже по фану Играете Все таки Жизнь ваша Вы Самое главное Чтобы вам Счастливо было От всего Что вы делаете Йоксарон Впадает безумие Начинает уничтожать Всех живых вокруг О это Я фармил тогда Определенным образом Да прикольно Так Здесь у нас А Фенри Сульфра Как раз Дарса Ляваро Винсана А Мы ходили Тогда В Как это называется В Определенные Рейды Это был На время На время Нужно было ходить Мифические Что ли Подземелья Тогда Это назывались Они И мы тогда Нафармили Вот этих вот Вещей Это вроде За то что ты Все Все мифики Прошел Да Тут скриншоты Пошли Интересно Интересно Да Так Я просто ищу Скриншот Где найти Яви Сатану Возможно мы найдем Где-то О осколок Вланира Это для чего-то Использовался А тогда Тогда я вланир Собирал Точно А и вот Я Получил А Это тот день Когда я получил Голову Мемирона За Эльфи Гора Да 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 Я фармил И опачки Голова Мемирона Выпала Да Да Это какой день Недели был Это январь 2015 года Какой день Конкретно 31 Да 31 31 января Еще десяток Годовщины Волдвархавт Тогда была А сейчас Какая 20 будет Офигеть О Прикольный Рейд Ладно Дамы и господа Я думаю На этом стоит Завершить Данный Показ Это было Прикольно Вам показать Что и как Достигалось Александр Шмаков Кстати Крутой чел Это мы с ним Частенько Ходили В рейды Тоже Он школьник И занимался Скалолазанием То есть Очень много Новых интересов Можно найти Играя В Волдвархавт И в другие Игры Онлайновые Тут скриншоты Возможно У вас есть Подобные Если есть То скиньте Ну Просто напишите Тимонейк Человек Который Фармил Гладиатора Частенько Слива Тоже помню Лейн Лейн Тоже помню Офигеть Столько Никнеймов Давно я не заходил Вот сюда И не чекал Эту информацию Прикольно Очень прикольно И очень здорово Ладно Дамы Господа Да Завершаем на этом Потому что Вау Рухмара Мы Это кто? Рухмара Это вроде Ворлд босс Если я не ошибаюсь Или нет Просто Ворлд босс Я помню Был еще Галеон Это в Мист Пандария Плюс Ша Гнева С Галеона Я так и не выбил Кстати маунт Плюс был Еще один В На острове Гросс И Другие Персонажи А вот Ависатана Ависатана И вот Монада Как раз таки Чтобы вам Пруфы Сказать что мы с ними Рейдили Да В рейде Егор ты мне можешь сам показать Где я должен был найти Себя в таблице А Видимо Какая-то таблица там была А По луту У нас была таблица лута вроде Кто когда получает В зависимости от того Насколько ты часто ходишь в рейды Да У нас была система Что Чем чаще ты ходишь в рейды Тем больше у тебя Очки На то чтобы получить какую-либо шмотку И как только ты получишь шмотку То ты У тебя обнуляет Ну не обнуляется А некоторые очки Минусуются Для того чтобы была больше мотивация Ходить в рейды у людей Это своеобразные КПИ Друзья Как в бизнес структурах КПИ Это показатели Либо РОИ Вроде Не не РОИ РОИ это Return of Investment КПИ Не КПИ сказал уже ОКР Objectives И также КР Это Key Results Определенные Ну то есть разные есть системы Есть КПИ Есть ОКР И прочее Различные способы Отследить Насколько хорошо справляется Та или иная компания Да Круто И у нас аналогичная была Здесь В рейде О дух Это вроде На фарм кольца было О Кто это Это Кромак Да Мы тогда Его победили Круто Искренне Что ты тут А Это Другой чел Он Он надел здесь Определенный Врайкульский рог И плюс Потом вызвал Чтобы стать Вот этим Тауреном И из-за этого Увеличился в размере И его Железный разоритель Стал большой Который Сосадар Гримара А это у нас Здесь Босс еще один Вроде Забыл Как он называется Мастер осады Черноплавс Черноплавс вроде Да Черноплавс Компания Черноплавс Прикольно Прикольно В общем Друзья Рекомендую Играть Если хотите И самое главное Играйте В эти игры Некоторым образом Осознанно То есть Понимайте Что вы делаете Куда вы двигаетесь И что вообще Вы хотите То есть Пожалуйста Играйте Хочется посыл донести Чтобы вы играли Осознанно И в то же время Получали кайф То есть Осознанно Точнее Получаете кайф Играя А потом делайте анализ От того что вы играете И планируете Это очень крутая тема И от этого Вы будете прогрессировать И фармите 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 Это вам поможет В реальной жизни Фармить тоже Ваши навыки Ачивки Достижения И прочее Успехов вам Пока